В Кирове 12 часов и 5 минут. Добрый день. У микрофона Владимир Сметанин. Напротив меня депутат Кировской городской думы Юрий Шлеминзон. Юрий Львович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я, как обычно, скажу свою традиционную фразу, что все сказано мной в эфире является моим оценочным мнением. Любопытный праздник сегодня, вернее, любопытная дата отмечается. Всемирный день труда Гулика. Вы относитесь к таковым? Частично, да. Интересно, как отметить можно эту дату. Еще больше потрудиться, еще ударней или наоборот расслабиться. Тем у нас сегодня много. Будем говорить о городских делах, о городской жизни, снос аварийных зданий, благоустройство, реализация проекта поддержки местных инициатив, новые антилакогольные инициативы. Хотелось бы начать с концепции благоустройства Заречного парка. Накануне мы общались с представительницей администрации, пояснила более подробно она эту тему. Елену Донскову я имею в виду, начальника отдела благоустройства и архитектуры. Вступившая недавно в свою должность. Да, да, буквально несколько дней назад это произошло. Вам какой видится концепция развития этой территории? Больше 200 гектаров все-таки, это очень-очень немало. Ну да, 231 гектар. Да, естественно, сейчас это все не используется. И как вот разом, и надо ли вообще разом все это охватывать? Ну, это является, во-первых, особо охраняемой природной территориальной зоной регионального значения. Она разделена на две зоны. У нас там есть рекреационная зона порядка 70 гектаров и особо охраняемая зона порядка еще 160 гектаров. Я думаю, что та рекреационная зона, которая сейчас просто называется рекреационной зоной, но согласно ПЗЗ у нас есть свои подвиды. Это допускает федеральное законодательство, местные организовывают. Они уже застачают федерального значения разрешения. Они там R1, R2, R3 с разными параметрами есть. Скорее всего, эту зону рекреационную придется, когда дело придет к действию, как разбить на ряд еще под зону. Ну да, чтобы разрешиться какие-то определенные виды. Что-то разрешить или наоборот не разрешить. Я вообще думаю, что самое главное, что не навреди. Это такой природный участок, который надо очень хорошо и умело сохранять в первую очередь. Ну да, развитие какой-то, как рекреационная зона, вот та, ставшаяся, одна из частей должна иметь. Но для этого должен быть правильно умеющий, понимающий в работе с рекреацией, организация, человек. Отдать это все в аренду может быть и есть смысл, но надо понимать, кому и как. Ну вот администрация сейчас надеется на то, что инвесторы, предприниматели проявят какое-то внимание. Это все будет зависеть от того, какие рекреационные зоны будут там сделаны. На самом деле это достаточно сложный вопрос. На уровне города я считаю, что это вообще не потянуть по бюджетам, если это оставить только за городом. Само управление и организацию. То есть область надо подключать? Да, конечно, область и с использованием федеральных грантов, скорее всего. Но концепции как таковой полной еще никто и не видел, и не обсуждал. Поэтому сейчас главное сохранять и не допускать того, что там может произойти. Ну вот мы знаем, что там в феврале разбирались со строительством дома. Забор там внезапно появился? Ну потому что земля, это было выделено еще в 90-х годах. Сейчас это все приостановлено до изучения самого проекта, анализа проекта. Пока ситуация не ясна. Насколько я помню, Заречный парк начал, по-русски говоря, хереть. В 80-е годы, да? Он был достаточно популярный в свое время. В период развитого социализма, вы помните, там был. Даже мост сделали деревянный. Шкодный. В связи с тем, что у нас было в то время 4-5 ресторанов на весь город, он, конечно, пользовался большой популярностью. Можно ли возвращать эти элементы? Я думаю, что со временем, конечно, можно возвращать. Но надо транспортную доступность повысить. И вот когда там даже канатные дороги, Лейш-Шелак, были такие предложения. Я считаю, что это совершенно неплохой, достаточно интересный ход, который позволит... Через вятку, соответственно. Через вятку, да. Повысив посещаемость. Главное, чтобы не начало... Я вот не сторонник того, превращать это в парк. Если это превратится в парк, это другие условия. И там начнется массовая вырубка, чего надо и чего не надо. Там же у нас деревья есть 100 лет и более. Да. Там достаточно хорошо сохраненный растительный диапазон. В большом количестве. И разноплановый он. Поэтому главное не навредить тому, что уже есть. Там же у нас есть и тропа для ходьбы. Тропа здоровья. Да. Аналогичная Порошинской. Правда, она не в таком состоянии, как Порошина. Там все же ухаживают за ней и смотрят. У нас есть в зимний период там и лыжные трассы прокладываются. Конечно, сделать освещение на этих трассах было бы правильно. И должна этим заниматься, скорее всего, администрация. Ну, и интересы жителей города тоже, безусловно, нужно учитывать при разработке концепции этой территории. Да. Ну, понятно, если будет массовый приход людей туда, то понятно, что должны быть и туалеты, и должны быть где-то общепит. Ну, в рекреационных зонах это вполне допускает федеральное законодательство делать. Ну, вот с концепцией надо разобраться, а потом приступать к дальнейшим действиям. Ну, вот, в частности, Елена Донскова накануне сказала, что там планируется благоустроить большую парковку. Такую хорошую, автомобильную. Там с этим сейчас проблемы. Ну, да. В том числе. Ну, и вообще транспортная доступность, конечно, этой местности оставляет желательно лучшего. Да, во многом. Раньше же когда-то я в Толус туда ходил. В 80-е годы там был. Давайте, да, перейдем к теме благоустройства. В первую очередь, в вашем округе вы активно информируете на своих страницах в соцсетях, да, о том, что реализовано, сделано. Уже, видимо, первые итоги в июне есть реализация и проекты поддержка местных инициатив. Насколько люди активно у вас участвуют? Ну, очень, вы знаете, в прошлом году я провел десятки встреч в тех домах даже, в которых на первые собрания не приходили люди, то потом, получив информацию и разъяснение о том, какие произошли изменения в условиях возможности. Какие возможности появились, да. Остальные собрания проходили достаточно активно. Ну, понятно, что в связи с недостаточным количеством средств, хотя увеличение обещают и на следующий год сделать. Юбилейный. Юбилейный, да. Очень активно граждане приняли участие. Инициативные группы поработали. Получились проекты. Практически у меня осталось невыполненных в округе два проекта. Один – это уже сделанный проект на улице Пионерская, 5. Мы там не приняли по определенным причинам. А что там конкретно? Ну, там… Площадка, дорога или что? Там двор. А. Въезд в двор. Там совместное действие муниципалитета и граждан, поэтому там задержка есть. И еще ведутся работы на Комсомольск-39. Там, ну, просто незаконченные работы они ведутся. Ну, там два вида работа. Одни работы выполняет муниципалитет, это связанное с отведением воды. И благоустройство двора, который по инициативе граждан. Чтобы одно другому не навредило, там произошел сдвиг в работах. Поэтому у меня достаточно это неплохо вот происходит. Вот есть проблема в центральной части города, ко мне уже обращались, хотя не мой округ. Там, не знаю, по каким-то причинам получилось несоответствие смет, которые составлялись ранее, существующим, как говорит исполнитель, фактором. И по асфальтированию дворов там не хватает. Смета? Смета наверняка меньше, чем реальные затраты. И потом, значительно там от 100 до 150 квадратных метров. Достаточно немалые суммы. Ну, я в администрации теперь узнаю об этой проблеме. Я думаю, какие-то меры будут приниматься. Потому что это не один объект попал. То есть он явно не завершенный, да, вот эти... Нет, их вообще не делали. А, не делали? Не делали, потому что они говорят, да давайте вам вот на ту сумму, которая есть, засвали, а ползиатом. Прямо в точности до сантиметра, да, сделаем и все. Три четверти двора, половина двора, есть ли смысл. Поэтому сейчас работают над этой проблемой. Я думаю, она будет решена. А по поводу капремонта многоквартирных домов, люди к вам обращаются? Тут есть уже, появляются жалобы, что у кого-то деньги заканчиваются на доме и не до конца, собственно, это все осуществляется. Да, есть такие проблемы, конечно. Ну, в течение лета, как вы сказали, вот два объекта, да, вы назвали еще? Они должны будут, или больше все-таки? Нет, нет, у меня уже один вообще сделан практически до конца на 95%, а второй вот и заканчивается. Я схематически выезжал, когда проводились работы, поэтому при приемке уже практически претензий не было. То есть высказывал я, там, жители, строители, мы нашли контакт, то есть достаточно рабочий. На некоторых местах были проблемы, это там, на красном химике, ну, решили как-то их. В целом, на ваш взгляд, эта активность, которую проявляют жители, она вдохновляет их соседей, там, хоть приходят не посмотреть, поделиться опытом. В районе ДСК, там, это уже давно было развито, то есть у нас практически нет дворов, в которых надо проводить работы. Поэтому не так велик в этом году у меня и объем работ. То есть люди прям зарядились, заразились в хорошем смысле этого стола. Да, и там уже стоят за дворы, которые принципиально ничего не хотят делать. Да хотя у меня же округ очень по протяженности большой, то есть есть места, где еще есть над чем работать, это и субботиха, и Порошино, и в Коминтерне еще есть места такие. Но активность изменилась, если Коминтерн раньше было не так активно, это сейчас достаточно много уже объектов идет в работу. Я думаю, на следующий год это будет продолжаться. Тему качества автомобильных дорог хотелось бы еще затронуть. Я напомню, что Юрий Львович еще и является членом рабочей группы по контролю за содержанием и ремонтом, да? Да. Дорог, тут определенный резонанс вызвал рейтинг РИА Новостей, но это традиционный рейтинг. Ну, вы знаете, он совершенно, как бы там кто ни говорил, но он объективен. Ну вот ваш коллега, в частности, Константин Сичихин, выразил, мягко говоря, недоумение и несогласие с этими цифрами, написал, будем разбираться. Да, мы поразбирались. Почему это мы наприкослили? Значит, у нас протяженность всех дорог в Кировской области, а не агломерация города Киров, больше 24 тысячи километров. Почти 25, я тоже смотрел, да. Региональных там 2600 километров. Федеральных у нас около 800 километров. Показывает, что если мы посмотрим по области, то это действительно объективная картина. У нас не больше 20-ти, 5-ти процентов в нормативке дорог. Самый, конечно, большой и хороший результат, это агломерация Киров, Чепецк и Слободской. Я думаю, что здесь уже реально там за 70% дорог в нормативке. Ну мы же сами ездим, видимо. А по области, конечно, это реально большая проблема. Поэтому от того, что мы вздыхаем и говорим, что нас обидели, нет, нас никто не обидел. Это реальная картина. Если мы сейчас в год делаем 400 километров дорог и хлопаем в ладоши, что это хорошо, то для того, чтобы выйти на норматив ближайших соседей... Ну разделите 24 тысячи на 400. Ну надо тысячу километров минимум в год делать. Ну чтобы область приобрела тот же статус, как и агломерация Кирова. То есть это все объективно. Есть над чем работать и надо работать. Возможности такие есть. Добиваться повышенного финансирования. БКД у нас не закончилось, оно работает. Поэтому вместо 400 километров надо делать тысячу километров. Ну зачастую, смотрите, в районах, в небольших населенных пунктах, если есть деревни, починки, где буквально один-два человека, один-две семьи проживают, вот как туда с дорогой быть? Все равно делать, что ли? Люди живут. Живут. Значит, делается. Значит, эта дорога, ведущая к этому населенному пункту, она все равно учитывается. Примеры разных государств, где в горах нормальные дороги, где между заселенными пунктами раз люди живут, они должны быть обеспечены возможностью посещать магазины, поликлиники и все остальное. У нас транспортная доступность для больниц, вы сами представляете, какая. Ну да, очень сложно. Их количество у нас как-то так очень маленькое, да, и плечо транспортное просто огромное. И при некачественном дорожном покрытии это еще все усугубляет. Ну, появилась у нас авиация благодаря этому. Из-за этого, я думаю. Слушайте, может, авиацию развивать? Была же в советское время малая авиация? Была малая авиация. Ваши достаточно пользовалась спросом, но я думаю, что установить паритет цен на малую авиацию и возможности, ну, сейчас нереально совершенно. Ну, я помню, рассказывали старожилы, когда за 2-3, по-моему, 4 рубля можно было из одного райцентра в другой улететь. Вполне себе прекрасно. Вон два летали, и другие с вами летали. Если говорить еще о ремонте дорог в этом году, практически вот уже середина лета, что вы наблюдаете, если претензии к дорожникам? Ну, я был на приемке нескольких дорог. Были такие несущественные... Были... Замечания были, но они несущественные. Были... Это, в общем, из года в год такая ситуация. Замечания есть? Да, но у меня больше претензий тем, кто укладывает наши тротуары. Такого нарушения технологий я даже не мог себе представить, когда изучаешь СНИПы и все, понимаешь, что должны делать. Что конкретно-то там не устраивает вас, как здравомыслящего человека? Ну, просто полное отсутствие линейного контроля, о котором я говорю неоднократно. А, ну вот случай на Ленина, да, когда... Да это можете взять... Брусчатка исчезла сразу. Практически любой тротуар, да. Там, на самом деле, никаких сложностей нет. Основание, которое найдется, должно быть всего 5-7 сантиметров. Но оно укладывается в три слоя. Каждый раз слой должен уплотняться, смачиваться. В определенной сухой влажности песок должен закладываться. Потом идет дренажный слой, самый большой, он до 15 сантиметров. И используется щебень и ЦПС. Вы не видели ЦПС? Не припомню. А я вам еще скажу, там еще геотекстиль должен закладываться. И в худшем варианте геотекстиль может заниматься, заменяться полиэтиленовой пленкой, ну, пробивкой, конечно. Я понимаю, гидроизоляция. Гидроизоляция. Вы это гений не видели? Нет, Юрий Львович. Вот, и я не видел. А дальше идет опять слой песка, не менее 5 сантиметров, который тоже будет определенной влажности. После этого укладывается плитка с определенным наклоном в сторону положенную. Чтобы вода уходила, да, правильно. Разбег между плитками в одном слое должен быть не больше двух миллиметров. Швы определенные должны, величины быть. Почему так происходит? Отсутствие контроля. Отсутствие контроля? Да. А может быть большой объем работ или нехватка денег? Бояться не успеть, не знаю, бояться не уложиться в бюджет. Если вот с бюджетом... Или все-таки контракты заключались на... Потому что мы видим, что это исполнители, это субподряды. Даже не прямой, там, от одного заказчика сразу субподрядчика. Там еще бывает до двух-трех субподрядчиков такая цепочка. Понятно, что средств... Последнему исполнителю достается, ну, наверное, каждая же свою часть уезжает. Вы поднимали этот вопрос на городской думе? И что у власти? Да, поднимали. Сейчас вот занимаются контролем, будут независимую экспертизу, хоть есть желание привлечь у главы администрации. Будут смотреть. Независимая экспертиза в виде организации из какого-то другого города или что? Да, да, может и из Кирова, но независимая. Они связаны с нашими основными подрядчиками по исполнению. Ну, понятное дело, что нарушение технологий, это там, в том числе и штрафные санкции, да, какие-то? Конечно, да, санкределывать на самом-то деле. Ну, есть скрытые работы вот сейчас. Ну, конечно, определить, есть ли геотекстиль или нет, это легко. Ну, и другие виды работы. Ну, вы когда-нибудь видели, чтобы нижний слой, который состоит из 5 сантиметров, его надо в три приема укладывать. По 2 сантиметра увлажнять, трамбовать. Увлажнять, трамбовать. Вы когда-то видели? Нет, нет. Я уже ни разу не видел. С гарантийным ремонтом дорог, что у нас? С гарантийным ремонтом, да. У нас в июне ведь должно было все закончиться уже, да? Ну, вот все докладывают, что все сделали. Ну, я опять возвращаюсь к своей любимой улице проезжей. Ну, колейность все равно в отдельных участках сохраняется. И там картами сделаны. Во-первых, с перепадами с карты съезжаешь на дорогу, удар динамический получает автомобиль, да. Хуже всего, что старый мост у нас уже успел выпасть из гарантийного ремонта и теперь будет за счет кого делаться? Бюджета. Министерство полетитета, бюджета, конечно. А как он так умудрился у нас? Ну, так у нас руководители умудряются не замечать, уходить в суды и не зная, куда они там уходят. Ведь все дело в том, что... И забывают про сроки? Всегда начинают про субподрядчика нам рассказывать. Это никого не волнует. Есть подрядчик основной, кто должен за все отвечать. Он должен, собственно, по шапке-то, что называется, да, субподрядчикам? Да, или исправлять сам, а потом выставлять иски своим подрядчикам. А мы уходим в суды, рассказываем про эти суды, которые на самом деле никому не интересуют. Это ваше частное дело. Важен результат, да? Собственно, вот сделайте дорогу, чтобы она была. И вот пока идут суды, у меня таких дорог на округе выпало три. Это красный химик, 60-летие в ЛКСМ и блюхеры, где смежные швы разошлись. Когда я начинал говорить и выставлять претензии, они там были в районе от 8 до 10 миллиметров. Но сейчас это вот шириной там до 10 до 30. Стыковочные швы. Тоже в связи с тем, что нарушалась технология. Ничего там другого нет. Использовался не очень кондиционный битум. Стыковочную пленку занижали толщину. Ну, получилось так, что все это разбежалось. Слушайте, у меня возникло сейчас вопрос. Для чего тут нужна еще дополнительная экспертиза, если изначально видно, что не по технологии? Так для того, чтобы, вы как говорите, уличить официально что бы или что? Ну, знаете, уже никто не смотрит во время выполнения работ. Это уже потом анализа, понимая, что здесь происходило. Ну, я же не могу ходить на каждой из дорогих. За экспертизу ведь еще нужно и платить, да, ведь еще дополнительно? Ну да, конечно. Интересная ситуация. Ну, экспертиза так и так и получается. Ну, видимо, процедура такая, да, вот она, установленная законом, пока не проведены специальные изыскания, у тебя нет фактических поводов, чтобы предъявить претензии. Происходит, нет? В городе Кирея. Ну, вырубки делаются по старинке, да? Делали вырубки, да. Зачастую они такие, эта дырочка и остается на долгое время. Да, и остается, к сожалению. У нас даже приобретался алмазный бур, чтобы это все выходило аккуратно. Ну, видать, как будто это не нравится, он так и не работает. Хотя его долго искали, я его быстро нашел, за цену в четыре раза меньше, чем которые называли. Ну, как-то он так не прижился, так и лежит в УДПЕ. А у нас проверяет то, что сделал объект Автодор, проверяет ГДМС, а то, что сделал ГДМС, проверяет объект Автодор. Вопросы есть? Вопросов нет. У всех все хорошо, просто отлично. Валить друг друга, наверное, как-то не к лицу. Нереально. Три минуты у нас до рекламы. Тему сноса аварийных расселенных домов хотел бы затронуть. У нас в этом году 23 таких объекта, как сообщила администрация. Много это или мало, на ваш взгляд? Сейчас я вам приведу. Должна ли активнее работа вестись по сносу? Значит, на сегодняшний день в Кирове существует 372 дома, которые должны подвергнуться реконструкции, сносу или расселению на 2023 год. Вот и посчитайте. Площадь там большая, этих домов, 118 тысяч квадратных метров. В общем, заявленная цифра, она далека. Да, года постройки, которые у нас имеются, где-то вот сейчас у меня была табличка такая, да, вот. У нас 372 дома с годами постройки от 1755 до 1990. Общая площадь аварийных домов 118 тысяч. Квартир 2127. Ну и получается от общего числа домов мы делаем примерно 9%. Ну, можно... Месяч чем потом, да. Можно вечно... Так и приходит на ум сразу фраза, можно вечно наблюдать за тем, как течет вода, как горит огонь и как сносят аварийные дома в Кирове. И у нас даже по этому поводу престуры устраивают. Ну, вообще такой прорыв произошел, конечно, огромный, потому что вообще ничего не делали. А эти объекты в том числе представляют опасность для горожан. Да, там дети возглавляют, другие товарищи, да. А вот эта позиция администрации по поводу того, что места, очищенные от этих построек, коммерсантам не собираются отдавать. Ну, да, и ходят под парковки, ожидающиеся парковки использовать под скверы. Но я думаю, что это не самое худшее решение. Хотя в некоторых местах можно и по строительству их отдавать, да, где более-менее приемлемо. Ну, чтобы бюджет пополнять же все равно надо города жить. С неба ничего не сваливается. Но подход по поводу скверов и парковок я бы тоже поддержал. А почему все-таки некоммерческая составляющая? Ну, вот найти предпринимательного инвестора, пусть он здесь, не знаю, продажу услуги, что-то там организует, будет сам следить за чистотой этой территории. Ну, по-стану, кто хотят под жилье это использовать. Под жилье? Конечно. А жилье это возникают проблемы с садиками, школы в центральной части города. Мы сами знаем, как у нас с этим весело. Школа настроится очень активно, хорошо. Решая проблему с этим конкретным местом, мы порождаем дополнительную социальную напряженность еще. Конечно, да. Получается. Не, ну, надо с парковками тоже что-то решать. Мы же не можем вечно, чтобы граждане нарушали, на газонах ставили парковки. То, что появятся платы парковки, мне даже сомнений нет. Иначе эту проблему не решить. Мы уже много лет об этом говорим, оплата на парковках, но пока вот не двигается. Ну, как-то так у администрации руки не доходят. Хотя возможности есть. Было бы желание. Желающие есть этим заниматься предприниматели. Реклама у нас на подходе. Сейчас полторы минуты она продлится. Я напоминаю, что мы беседуем с депутатом Кировской городской думы Юрием Шлемензоном. Через полторы минуты перейдем к теме, которая, я думаю, волнует многих. У нас тут новые предложения, новые инициативы по поводу изменения времени продажи спиртного. Обсудим очень скоро. Продолжаем наш разговор с Юрием Шлемензоном, депутатом Кировской городской думы. Накануне стало известно, что депутат областного законодательного собрания Михаил Ковязин в целях уменьшения потребления спиртного в Кировской области предложил продавать алкоголь не с 8 утра сейчас, а с 10 утра. Мы недавно жили по таким нормам. Мы помним тоже этих замечательных депутатов ЗАГСобрания, которые нас убеждали в том, что... Ну, люди бы еще до выборов в ЗАГСобрании не так... Ну, не завтра они происходят, не послезавтра. Они нас убеждали в том, что если разрешить продавать с 8, а не с 10, это уменьшит потребление всякой сивухи, бормотухи. Ну да, это депутаты из другой партии, правда, нас убеждали. Да, ну и вот еще одно предложение у Михаила Ковязина. Это заканчивать продавать спиртное в магазинах в розницу не в 23, как сейчас, а в 22. Раньше по воскресеньям до 17 торговали. Вот что это? Перестановка мест туда-сюда. Я не понимаю этот способ и принцип. Оно или запрещается, или не запрещается. Разница в один час, она никакой роли не играет. Но если, может быть, для кого-то утренний час более актуален, то вечерний час там или 22, или 23, ну это вообще ни о чем. У нас магазины, работающие до 23 часов, раз, два, три, четыре, пять всего. Почему? Их много, сетевые магазины до 23. Ну, сетевые они же до 22, ну их не так много. До 23. Мне всегда казалось, что они как раз привязаны к этим федеральным нормам по продаже алкоголя с 8 до 23. Ну, может быть, я что-то... Нет, сетевые, федеральные. Ну, так тем более, что из одного часа игры играть. В общем, не заслуживает большого внимания, на ваш взгляд, эта инициатива. Я думаю, что это такая, чтобы напомнить, что есть депутаты, что они работают. Ну, такой ход какой-то. Непонятный мне. Хорошо, еще инициатива. Но повлиять это на сокращение потребления алкоголя, оно никак не может. Еще инициативы, связанные с этой темой, но уже на федеральном уровне. Несколько дней назад в Госдуме прозвучало предложение запретить индивидуальным предпринимателям торговать в заведениях общепита слабоалкогольными напитками. Ну, я думаю, что это лоббистский закон, что кто-то лоббирует такую тему, я не сторонник. Конкуренция должна быть конкуренцией. И какие-то преимущества определенным уровням структуры давать я категорически против. Ущемлять, да? Ну да, но это же... Чьи-то возможности заниматься бизнесом. С другой стороны, у нас же линия в государстве на всемерную поддержку малого и среднего бизнеса. Они очень замечают, наши предприниматели, эту поддержку. А история с мистером Сидором, как вам она вообще, Игорь Львович? Что это такое произошло? Почти 40 человек погибших в разных регионах. Там побольше уже набралось. Ну, это, конечно, возбудительная вещь. Ну, собственно, вот это все и породило очередную волну, обсуждения антиалкогольных ограничений. Ну, в какой-то степени, да. Ну, опять говорю, что отсутствие контроля со стороны Волоски. Вот и все. А как вам идея с внедрением минимальной розничной цены на слабоалкогольные напитки? Как это у нас на крепкий алкоголь существует? Да, ну, может, это и положительно может сработать, конечно. Ну, она как фактор, такая вещь работает. По алкоголю, если рассматривать, то она, конечно, срабатывает. В каком-то... Я не говорю, что 100% эффект дает, но она работает, эта вещь. Может, и в слабоалкогольных это сможет сработать. Потому что, когда мы видим, что ниже уровня рентабельности продает какой-то напиток, понятно, что он не может быть сделан законным образом. Значит, должны возникать какие-то подозрения. Ну, да. Да, минимум. Ну, те, которые потребляют, у них подозрений, как вы сами понимаете, не возникает. И это заканчивается тем, чем заканчивается всегда. У меня еще блок тем, связанных с Казанью. Недавно, да, об этом стало известно. Ну, во-первых, Александр Валентинович Соколов, да, еще в июне сообщил, что договорился с своим татарским коллегой о том, что в наш регион зайдут заправки ТАТ-нефть. Мы, как известно, знаем наших двух основных монополистов, монополистов, да, которые у нас продают горючее. Практически одного? Ну, да. Говорят, что, собственно, разницы никакой, да? Лишь бы они не вступили в тот самый сговор, который называется нехорошим словом, не установили цены, которые существуют сейчас. Я помню, на протяжении последних лет, когда возникали эти подозрения в том, что есть какой-то сговор, антимонопольщики отчитывались. Да, если и штрафовали по завышению цены, это такие смешные были цифры, которые там отбивали за полдня работы. Антимонопольщики говорили о том, что вот один из факторов, приводящих к такой ситуации, то, что у нас игроков на рынке мало, да, тех, кто торгует бензином. А вот заход ТАТ-нефти, на ваш взгляд, он как-то повлияет? Ну, должен работать, мне кажется. Я надеюсь, говорить так, что это поработает. Я пользовался заправками Ирбиса, когда был в соседней республике. Да, это качественные заправки, качественное топливо, обслуживание очень хорошее. Ну, и там, во-первых, можно пользоваться, спасибо от Сбербанка. Вот я заправлялся не один раз, там, за рубль, оплаты, заправляешь целый бак. Ну, спасибо, я имею в виду. У нас же эта система вообще не работает в области. Ну, и качественное топливо было... Ну, я уж про цену не говорю, что она была, вот, я на дизеле пользуюсь, на 2-3 рубля ниже, чем у нас. Все равно приятно, в общем, да? Нет, это даже очень приятно. Ну, строительство 30, как сейчас, да, вот, заявляется заправок, это, естественно, процесс небыстрый. Найдет ли земля для них, что вот должна администрация хорошо поработать, выделить землю. Конечно, кадастровые согласования в том числе и так далее, да. Ну, самое главное, выделение земельных участков. Ну, мы понимаем, надо понимать, что это не за год и не за два это сделается. Ну, главнокомандующий у нас принял это решение, чему можно сказать большое спасибо ему за это, то я думаю, что этот процесс пойдет. Ну, а запуск регулярного авиарейса Киров-Казань, пока, к сожалению, информации о нем еще нету нигде на площадках. Ну, будет летать хорошо. Сколько стоит, с какой регулярностью? Будет летать хорошо. Нет, я к тому, что... Плохого в этом ничего нет. Многие уже успели высказаться по поводу того, что Казань для нас, в общем-то, и так доступно, легко добраться на автомобиле. Кому как нравится. Вот иногда надо очень быстро. Все равно ты пять часов-то едешь, хоть как, на четыре, там, пять. Кто нарушает, едет четыре, кто не нарушает, едет пять. Ну, было бы здорово, чтобы стоимость перелета, она была бы сопоставима, да? Ну, или хотя бы, ну, на чуть-чуть побольше, чем на траты на бензин, на дорогу. Ну, мы же сейчас замечаем, что у нас сейчас авиационный транспорт стоит дешевле железнодорожного, особенно по направлению Киров-Москва. Ну, стоит значительно дешевле. Ну, собственно, популярности большой он имеет. Если бы у нас количество рейсов, я думаю, увеличилось на Москву, то они бы пользовались спросом. Заполняется у нас достаточно высокая. Минута чуть больше остается. Накануне у нас в гостях был спикер ОЗС Роман Береснев. И в том числе мы задали ему вопрос, который близок и понятен, наверное, всем жителям Кировской области. Это вопрос времени, по которому мы живем. Вот я подчеркну сейчас личное, личное свое мнение Роман Александрович высказал о том, что неплохо бы, чтобы Кировская область жила на час вперед от Москвы. Ну, должна же быть какая-то уникальность нашего региона, сказал Роман Александрович. Ну, за счет уникальности она должна, наверное, выражаться в чем-то другом. Ну, час времени, ну, нормально, наверное. Мне вот лично все равно, потому что я человек, который спит 4 часа, ему все равно туда час и час обратно. Вернулись к тому, с чего начали. Все-таки Юрий Львович трудоголик, да? Нет, это не связано. Наверное, с этим. Но если биология требует человеческого организма, чтобы жить немножко по другому режиму, то да, летом это существенно для Кирова. А вот зимний период с нашей темнотой, разница, ну, ее нет просто. Да, в летний период садоводам не хватает времени вечернего для работы на участках, да, это сейчас пользуется большим спросом, такое время. Ну, вот это может тогда, да. Я бы вот переходил на летнее время. А, в качестве компромиссного варианта, да, вот вернуть, возможно, переход с летнего на зимний. Да, вот на территории Ленингова. Но это же можно делать только по федеральному решению. Местные власти не могут восстанавливать. Как это в свое, да, во время президентства или премьер-министерства еще, Дмитрий Медведев, да, этот вопрос решался, когда отменялось это все? Ну, час так, час. Мы же сейчас, если раньше, видите, была еще такая проблема. 20 секунд. Да, телевизионное вещание, стыковки. Сейчас это с отложенным телевидением это значение не имеет. И с развитием интернета. С развитием интернета, да. Многие же через интернет смотрят телевидение. На этом завершаем нашу беседу. Спасибо, Юрий Львович, Юрий Леонидович. Спасибо всем. Депутат Кириллской городской думы. До хорошего дня. Не прощаемся, но на сегодня передачу заканчиваем. Особое мнение на 101FM